Первый старт легкоатлетического полумарафона в беге «Мы едины» собирал участников с 8 часов утра. Забег посвятили Дню Народного Единства. Полторы тысячи человек пробежали различные дистанции – от Самарской мили в 1586 метров до полумарафона. Физкультурников горячо приветствовали на открытии соревнований почетные гости – представители городского департамента спорта и легкоатлетической федерации. Это завершение электрического сезона в Самарской области. Собрали все истинные любители легкоатлетики, здорового образа жизни. Этот год у нас получился прекрасный именно в электрическом. Не помешала никакая ни пандемия, ничего. Все старты у нас по расписанию все состоялись. Наши любые спортивные мероприятия всегда проходят с прекрасным строением, спортивным задором. Там все участники заряжены на отличный старт и, соответственно, на победу. У нас международный забег, каким он и является. Все ребята, все, кто весь год вкладывался в свои достижения, пришли сегодня сюда, чтобы в эту морозную погоду показать свой лучший старт. На Самарский полумарафон приехали спортсмены со всей России, а также из соседних стран. Погода свежая, бежал из бодра, несмотря на теплую одежду. Так что доволен. Сезон уже закончил в том месяце. Железная дистанция по триатлону. Но вот это такой приятный бонус получился. Бежал с отличным настроением, тем более сразу вырвался в первую пальчику. Так что бежал из очень приятного. Спортсмены выбирали дистанцию по душе. Три или десять километров можно было пробежать или пройти по северной системе с палочками. Двадцать один километр только пробежать. Некоторые могли выйти на старт корпоративного забега. Три километра я второй раз бегаю, а 10 километров до этого еще бежал. Три километра надо, чтобы обойти всех, а 10 километров или 21, там можно нарастать темп. Поэтому три километра это тяжелее бежать. Без наград и подарков на самарском осеннем полумарафоне никто не остался. Каждый участник получил памятную медаль. Победители и призеры – золото, серебро и бронзу. Новый легкоатлетический сезон стартует в Самаре в апреле 2023 года. Медали уже ждут своих потенциальных героев спорта. Сергей Кизоркин, Сергей Баскин. События.